Сегодня в видео, друзья, я расскажу вам о семи секретах стиля, которые можно украсть у Дэвида Бекхэма. Первый секрет. Ваш стиль может эволюционировать. Если сейчас людям сказать имя Дэвид Бекхэм, что приходит им на ум? Он самый стильный спортсмен на планете. Но, друзья, вам надо знать, это не всегда было так. Давайте посмотрим на 90-е и ранние нулевые года. Вы только посмотрите на эти фото. Парня поймали, пожалуй, в худших трендах того времени. Это безрукавка, банданы и только посмотрите на эти штаны. Просто нереально мешковатые. Я понимаю, что это 90-е, но, друзья, вид обвисших штанов это, пожалуй, самое позорное, что может быть. Ну что сказать, Дэвид профессионал и может с легкостью посмеяться над собой. Он это объясняет тем, что он старался соответствовать трендам. Многие носили это в то время и ему было интересно это попробовать тоже. Господа, если Бекхэм мог допустить все эти ошибки и стать мировым стилягой, что же можете сделать вы? Да, у вас тяжелый старт, вы никогда не считались стильным парнем, но, друзья, вы можете начать предпринимать шаги в этом направлении и стать хорошо выглядящим человеком. Так, чтобы люди при вашем появлении думали, о, с этим парнем можно сделать дело, хочу с ним познакомиться. Второй совет, который можно взять у Бекхэма, примите то, что вы мужчина. Что ж, за год до того, когда он выбрался из, пожалуй, труднейшего периода своей жизни, в 1999-м он выиграл третий кубок и у него родился сын. Это был тот год, когда он понял, что он мужчина и мне пора начать действовать как мужчина. Многие думают, что противоположность мужчины – это женщина. Это не так. Противоположность мужчины – это мальчишка. Потому что ребенок олицетворяет то, что не является мужчиной. Мне нравится, как Бретт об этом пишет в своей книге про мужественность. И в этот момент Дэвид начал понимать в своей жизни, знаете что? Он должен стать и вести себя как мужчина. А ощутимая часть этого – выглядеть и поступать как мужчина. Представлять собой свою семью, свои принципы, ценности и все, что за вами стоит. Следующий секрет – это знать, как правильно наряжаться. Небольшой опрос. Вы когда-либо надевали черный галстук? То есть смокинг на дневную свадьбу? Если вы надеваете смокинг до 6 вечера, то вы допускаете ошибку. Конечно, я понимаю, что это спорное правило, но я часто вижу свадьбы, где мужчины надевают смокинги, но на улице еще день. Смокинг и черный галстук – это вечерний наряд. Днем следует надевать дневные наряды. И Дэвид знает это, потому что, когда он присутствовал на королевской свадьбе, он надел соответствующий наряд. Возможно, это и является какой-то мелочью, но поймите, что вот такие вот правила играют важнейшую роль в создании атмосферы и указывают на ваши отношения и уважения к деталям. Следующий секрет – это знание, как подбирать вневременные наряды. Таким нарядом можно назвать комплект одежды, который и через 10, и через 20, и даже через 50 лет, когда вы будете смотреть на фотографию, будет выглядеть так, что вам будет трудно сказать, какое это время. Потому что такой наряд избегает временных трендов и тенденций. Так что, если вернуться в 2012 год на церемонию открытия Олимпийских игр, взгляните на костюм, в котором идет Дэвид. Ничего не выделяется из его образа. Да, можно придраться к тому, что воротник немного контрастный, но в целом его наряд выглядит хорошо. И вот к этому мы и стремимся. Знаете, частая ошибка, которую допускают многие мужчины – они, бывает, слишком стараются. Привнести слишком много цвета, рисунков и оттенков – это начинает выглядеть как клоунада. Классический стиль – он всегда работает, потому что он подчеркивает ваше телосложение. Он помогает каждому мужчине выглядеть хорошо. И лучшая сторона классики – когда вы покупаете себе такой костюм, он всегда остается стильным. Например, темно-синий будет хорошо смотреться даже спустя десятки лет. Говоря о цветах, давайте перейдем к следующему секрету, который звучит так. Знаете, как использовать свою комплекцию и цвета? Хочу, чтобы вы посмотрели на эту фотографию 2014 года Давида Бакхэма на Уимблдоне. Почему это смотрится? Посмотрите на его волосы. Вы понимаете, как мы естественным образом видим совпадения. И заметьте, что другие части гардероба очень просты. У него темно-коричневые брюки, белый карманный платок, белая рубашка. У него простой галстук, на котором есть диагональная полоска. В целом это очень простой наряд, но он прекрасно сочетает в себе подходящие цвета. Как же мужчине выбрать подходящие цвета для себя? Как насчет того, чтобы заметить, к каким цветам вы тяготите натурально? Если говорить обо мне, то я очень люблю синий. Он очень простой, и я знаю, как делать с ним много различных комбинаций. И, конечно, помните о том, что цвета это как специи. Если слишком поперчить блюдо, то его можно испортить. Если добавить достаточное количество, то он раскрывает вкус. Так что, добавив немного цвета, привлечет к себе внимание. И, конечно, экспериментируйте с аксессуарами. Есть много способов, чтобы привнести немного цвета. Если вы только начинаете, то просто пробуйте совсем по чуть-чуть. Следующий секрет – это волосы. Ну, это даже не секрет. Потому что, когда мы видим этого парня, то его прическа всегда опрятная. Как он этого добился? У него, во-первых, есть свой барбер. Если вы всегда ходили в дешевый салон, то как насчет слегка поменять привычку? Если вы ходили к барберу, тогда попробуйте пойти к стилисту. Если вы ходите к стилисту, может пора попробовать ретро-барбера? Бекхэм не боится менять свои прически. Чаще всего он стрижется коротко, но он также иногда отпускает волосы. Сейчас, когда он уже повзрослел, то он выбрал немного более длинный тип прически. Стиль помпадур – это когда у вас есть возможность поиграться с различными типами укладок на голове. Для этого, конечно, надо пользоваться всевозможными продуктами по уходу за волосами. Он понимает, что все они абсолютно разные. Какие-то дадут объем, а другие наведут лоск. Чтобы вам было проще разобраться в этом, у нас есть вот такая инфографика. Мы постарались все упростить, так что, когда вы будете покупать себе продукты для укладки, не бойтесь экспериментировать. И, конечно, не забываем о бороде. Бекхэм опытный в этом плане. У него было много различных стилей. Одна из популярных – это Ван Дайк. Также он часто носил опрятную щетину. Если у вас растет борода, следующий совет, который можно взять у Бекхэма – это полюбить масла для бороды. Есть история, она связана с Викторией Бекхэм. Она поставила ультиматум. Либо ты сбриваешь бороду, либо ты ищешь способ, чтобы она стала мягкой. Дэвид, будучи мудрым мужчиной, понимал, что счастливая жена означает счастливая жизнь. Он начал экспериментировать с маслами для бороды и полюбил это дело. Потому что они приятно пахнут, а также его жена осталась довольна тем, что борода перестала колоться. Следующий секрет, который, по моему мнению, очень забавный – это не бойтесь подражать. Да, даже сам Бекхэм, когда смотрит показ мод и ему что-то нравится, он решает попробовать это в своем наряде. Недавно у него был проект с острыми козырьками. Бекхэм подражал этому стилю вплоть до кепки. В интервью он сказал, что он был уличным парнем, который родился и вырос в Йеллоустоне, так что он вполне может себе позволить быть в таком образе. Суть в том, друзья, оглянитесь, найдите то, что вас вдохновляет и привнесите это в свой гардероб. Найдите то, что резонирует с вами. Найдите такие вещи, которые помогут сформировать ваш образ.